Юлия, добрый день. О, Саша, привет, ты пришел? Да, конечно, как же, я мог не прийти. Но я думала, ты возьмешь и напугаешься, тебе же сегодня из трех женщин нужно одну выбрать. Из трех. Первый раз выбираю, но думаю, будет очень интересно. Естественно. И, кстати, тебе нужно своей избраннице подарить что-нибудь. Что-нибудь, что-нибудь я выберу, наверное, в данном магазине цветочный. Отличные три букета. Почему три? Мы обычно дарим один. Потому что три девушки, три подарка. И что ты, джентльмен. Александр Дробышев, 22 года, рак. Эмоционален и импульсивен. При выборе девушек полагается не на голос разума, а на веление сердца. Хотелось бы выбрать три букетика, так как иду с тремя девушками на свидание. Думаю, вы мне не откажете. Нет, конечно, в этом мы вам вообще не сможем отказать. Пожалуйста, вот такой вот букетик. Хорошо. Оригинальный вот такой, очень симпатичный. Ну, и вот этот самый обалденный. Пока Саша выбирал букеты для наших участниц, они тоже без дела не сидели. Вернее, они-то как раз сидели и получали удовольствие от процесса. А специалисты-эгоисты бояли из них нечто прекрасное. Шикарная брюнетка, которую мы просто подчеркнем естественную красоту. Анна Павлова, 24 года, рыбы. Готовит вкусно, говорит тихо, головной болью не страдает. Хочет не на свидание, а сразу замуж. Вот это у нас блондинка. Натуральным цветом волос. Поэтому будем, в принципе, это подчеркивать. Создадим небольшой объем. В принципе, все естественно. Мы не хотим создавать никакие башни на голове, сильно прически. Просто подчеркиваем естественную красоту. Юлия Куралес, 22 года, Рак. Хочет любить и быть любимой. Чтобы найти своего суженного ряженого, готова запутаться в любых амурных сетях. Лишь бы толк был. У нас такой образ более такой интересный такой. Неформальный. Да. Более неформальный такой выбор. Не романтический, как у всех девушек. Поэтому у нас, в принципе, большой акцент сделан на плечо. Поэтому макияж мы сделаем более спокойный. Кристина Курочкина, 21 год, близнецы. Мечтает об уверенном себе обладателе мужественного плеча. Им обоим подарит свою теплоту и ласку. Лепота, да и только. Не знаем, как вы, а мы прям обзавидовались. Сашиному счастью пойдет на свидание с тремя такими эффектными барышнями. Как жаль, что он-то этого не поймет. Ну что ж, Александр, мы находимся на месте твоих трех свиданий в ресторане Банкет Холл. Как тебе обстановка? Очень нравится все. Замечательно, что нравится. Вот сейчас я скажу тебе кое-что, что тебе понравится вряд ли. Готов? Готов. В общем, испытание придется пройти не только девчонкам, но и тебе. Вот видишь, не зря я держу эту синенькую ленточку, голубую даже, возможно. Мы именно ей перевяжем тебе глаза и свою суженую, ряженую ты увидишь уже после того, как ее выберешь. Понимаешь, в чем дело? Не понимаешь? Да, пока не понимаю, посмотрим, что будет дальше. Дело в том, что девушку ты будешь выбирать не глазами, а сердцем. Какую девушку ему надо? Яркую, очень выделенную, на которую всегда все обращают внимание, мимо которой нельзя пройти. Он очень азартен, любит флирт, любит играть, но у него проблемы действительно с любовью. Но так как он еще молодой человек, это еще не сильно проявляется, с возрастом, конечно, это проявится. Сумеет ли Александр напрячь оставшиеся в действии органы чувств и выбрать самую достойную девушку? Как знать, посмотрим. А для чистоты, так сказать, эксперимента мы неподалеку от места свидания установили скрытую камеру. Юлия Куралес активизировалась, и мы начинаем бдить. Ой, наверное, я даже должен массаж даже, да, сделать, по-моему? Да, какая. Ой, пахнет просто. Что, слухи? А это секрет. Все, не случилось все тело. Ой, красота. Прям мой тип вашего, не представляете. А есть ли у тебя какие-то эротические фантазии? Ну не у каждого, мне кажется, есть. У каждого есть, а ты его обращаешь как-то в жизни? Ну как сказать. Ну бывает. На тебе тот же тогда вопрос. На мне тот же вопрос? Да. Ну конечно есть. В глубине вообще души извращенец. Я мечтал, на самом деле я мечтал с двумя девушками одновременно, но сегодня у меня опутылось мечтаю даже с тремя, представляешь? Как-то так. Вкусно? Все съела? Нет. Нет? Нет. Бери глубже. Да. Мы раскрепостились, да? Да, не закомплексованы. Что я-то? Я нет, вообще не закомплексованный. Какой у меня комплекс? У меня на правой ноге палец один меньше, другого. Большой больше. Больше медзинца, представляешь? А на левой? А на левой все нормально. Как у всех людей. Ну что, Саш, как оно? Дело-то пошло с закрытыми, завязанными глазами. Да, неплохо. Узнал о девушке. Пощупал даже, потрогал. Ну, девушка такая прям при формах. Ну, ничего, в принципе, понравилось. Так, что плохого, можем сказать? Что плохого? Да плохого, наверное, нет ничего. Все хорошее, девушка приятная на внешность. Пахнет очень вкусно. Понравилось. А вы будете продолжать сидеть с завязанными глазами? Я буду с завязанными глазами сегодня. Как жаль, а как же я могу посмотреть ваши очаровательные глаза? А вот представляете, как мне сложно. Вы вот не видите, вы хотя бы меня визуально видите, а я вас вообще не вижу. Ну, предыдущую девушку, она разрешила ее и потрогать, и пощупать. Вы можете меня тоже потрогать. Я могу даже очень близко прикоснуться к вашему телу. Не встать, чтобы прикоснуться к вам. Я могу сама к вам сесть, а вот даже не нужно будет. Отличная, красота какая. Прямо все можно потрогать везде, 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 везде. Везде можете меня потрогать. Ой. Прическу не сломать. Я могу даже поцеловать. Вот это подход, вот девушка знает, да? Я боюсь, я даже не смогу даже заснуть сегодня ночью. А вдруг мы сегодня вместе его снимем? Вы такой очаровательный. Я вся горю. Ты сразу вся горишь? Да. Тушить? Где тушить? Дайте нам комнату. Потушите меня. Ладно, хорошо, а теперь серьезно, хотел бы узнать, все-таки есть какие-то минусы в тебе? Я могу сказать, если имею в виду? Давай на ушко. Не в эфир сказал. Давай на ушко. Говори. Я сделаю, если ты увидишь мой минус. Ты меня напугала вот этим, зачем? Ты меня выберешь, но сегодня вечером я тебе станцую и на шесте, и возле шеста, и под шестом, и на шесте, и где только ты хочешь. И как хочу. Естественно. Отлично. Откровенная дама попалась, не правда ли? Александр. Очень в шоке. Глаза мои, видите, я шокировал, на самом деле. Неординарная девушка, но приятная. Ну это хорошо или плохо? Я думаю, хорошо. Было бы скучно, вот так вот, если бы пришла девушка такая скучная, какая-то скромная, стильная. Но это такая, пришла, взяла, молодец. Успел что-нибудь ощутить, когда она на тебе вот буквально вот сидела? Не знаю, может, надо у нее спросить, когда она сидела на мне, ощутила ли что-либо она? Спрошу. Ну иди сюда. Где ты? Тут. У меня. Все. Сейчас ты близкий. Угу. Что, 90-60-90? Вот у тебя так же? Нет. Прям 90-60-90? Нет. Как все пишут? Нет. Врут, да? Да. Обычно они врут. А ты порядочная? Да-да. Меня воспитывала бабушка очень строго. Скажи, когда же у тебя было первый раз, когда ты с девушкой предался любви? Ой, прям любви вот так вот, да? Прям любви, да. Наверное, лет 14. Ничего себе. Это не на камеру. А я-то? А я попозже. На 4 годика попозже. На 4 годика попозже. 18, прям как положено, вот как вот бабушка воспитала, все вот так вот, да? А есть ли у тебя эротические фантазии? Есть. А можешь их поделиться им? Ну, такая небольшая, скромненькая, скорее всего. Я хочу под водопадом. Под водопадом? Да, да. Но это более романтично. А девушки же романтичные, да, существа. А ты? Я? А ты хочешь? Как я хочу? Угу. Экстремальное чего-то такого хотелось бы. Экстремальное? Да, может быть, на Ниндоскребе где-нибудь. Ух ты, да. Здорово. Ощутите. Мне это нравится. Либо в полете, вообще, как. Ух ты. Это с парашютом? Да, в самолете. Мне очень было приятно с тобой пообщаться, познакомиться. Жаль, что я тебя не видел, но я тебя ощутил. Спасибо большое. Ну, эта девушка, на самом деле, такая более семейная, такая, я более такая, что сижу дома, все так вот это вот, все. Девушка милая, приятная. Внешне, конечно, не могу сказать, но... На ощупь, на ощупь. На ощупь, на ощупь приятная. Маленькая ростиком только чуть-чуть. Чуть-чуть повыше, до каблучков надо было приходить. Но ничего страшного. Да, я думаю, я сделаю правильный выбор. Ну что, Саша, твое сердце тебе что-то уже сказало, шепнуло? Ну, был позыв какой-то. СМС-очка пришла. Я рада, хорошо. В таком случае, я думаю, мы можем снять с тебя, наконец-то, эту повязку, и ты увидишь своих женщин. Ты свободен. Теперь мне нужно выбрать одну единственную. Правда, могу сказать, выбор очень сложен. Да, ведь ты не знаешь, кто из них, кто и кто был на свиданиях, правда? Кто, только на ощупь, если сейчас не дадут еще раз потрогать, я могу. Нет, нет, нет. Без обид, ну, третье свидание. Менее понравилось. Шаг вперед. Извини. Да. Его сердце его ведет прямо сейчас. Куда же оно его заведет, мы узнаем в сию минуту. Ну. Ну, я. Прощаемся. Ну. Давай, давай, давай. Прощаемся с первым свиданием. Вам спасибо. Получается, ты остаешься. Так что, поздравляем! Все буду исполнять, воплощать в жизнь все, что я ему наобещала. А я запомню. Павлова Анна, это чисто для секса. Очень хорошая сексуальная совместимость. Могут себе создать очень хорошее материальное благополучие. То есть, ну, как бы у них хорошее состояние будет. Но это если они будут вместе. Не буду я никого пс**ать, блин. Мне понравился, хороший, милый мальчик. Веселый, не напрягает. А не замечало, что он вас шутал? Ну, не за интимные же места. За плечи, думаю, это не страшно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»